Итак, началось мое действие, началось мое колдовство. Колдовство приготовления вот таких вот деликатесных лапок. Я сегодня просто варю лапки, буду делать деликатесное блюдо, китайское. Я очень много прочитала информации об этих лапках. Их готовят в Китае, в китайских ресторанах. И китайцы очень хорошо их заказывают, успешно, и считают это деликатесом и лакомством. Поэтому я, так как я обожаю лапки, я приготовлю сегодня жареные куриные лапки. Они у меня разварились. Не знаю, что делать с бульоном. Я его хотела вылить, но не буду я выливать, потому что жалко. Бульон хороший, коллагеновый, а коллаген очень мне нужен. Поэтому я его буду, наверное, просто пить. Обжариваю я чеснок. Чеснок у меня уже практически готов. Лапки я уже освободила от бульона. Это будет вкуснятина, это будет деликатес. Техоковор рвотный рефлекс, конечно, будет вырабатываться. Вот смотрите, ну это реально деликатес. Такие лапки. Я сейчас добавлю сюда куркуму. Отправим куркуму. Все перемешаем. Итак, 5-6 минут, лапки мои будут уже готовы. Осталось подождать 5-6 минут. И можно будет его получать кайф от такой льды. Кто еще не понял, что это такое, я вам сразу говорю. Это жареные куриные лапки в чесноке со специями, зеленью, с листьями салата, с петрушкой. Я вчера ходила в магазин, купила зеленый салат вот этот, но пока несла до дому, он у меня обморозился. Почернили кончики листиков. Сразу хочу сказать, у кого будет это вызывать рвотный рефлекс, уходите, не смотрите. Но я пересмотрела очень много видео, очень много. В Китае это считается большим деликатесом. Большим, потому что люди приходят в ресторан, заказывают, сидят специально, ждут, пока эти лапки им приготовят, но они их там готовят по своим рецептам, по своим технологиям. Добавляют там и соевый соус, добавляют там еще какие-то китайские специи. У меня не было соевого соуса, я обошлась без этого. У меня просто был чеснок, перец, соль, зелень и отварные лапки. Есть у меня горчица, есть у меня хрен, я могу просто по вкусу себе добавить. И есть у меня огурчик маринованный, очень вкусный огурчик. И вот такая чашка, такая чашка для сбрасывания косточек. Ну что, я уже как раньше говорила, с этих лапок я варю холодец. У меня остался сейчас очень хороший бульон, я его хотела вылить, но так посмотрела, что бульон такой наваристый, такой жирненький, и в нем столько коллагена, который мне нужен. Я этот бульон не буду выливать, я его, конечно, выпью. Листья салата. Я думала, у меня муж поест попробовать, но он, конечно, отказался. Поэтому я буду получать удовольствие сама. Вот такая вот лапка, очень и очень разваренная. Косточки очень нежные. Косточки сами прям во рту тают. Очень вкусно. Я не считаю, что это противно. Люди же варят холодцы. Люди же варят холодец из свиных копыт, из говяжьих копыт. Там тоже эти копытца везде ходили. По всяким какашкам. Но все равно варят холодец. Успешный холодец, очень вкусный и все довольны. Зелень. Петрушка очень ароматная. Очень ароматная петрушка. Я себе, конечно, набуровила огромное блюдо. Буду есть. Конечно, я при вас его всю не съем. Я как только с вами распрощаюсь, я буду сидеть и выгрызать. Вот эта косточка, она прям очень сочная. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. С зеленушкой. Посмотрите, какая прелесть. Вот для меня лично даже куска мяса не надо. Дайте мне пососать и все. Ой, люблю я пососать косточки. Ой, как вкусно. Вот такая. Я ее прямо немножко разгрызаю, и там сок. Огурчик. Ни картошки не надо, ничего. Вот такая прелесть. Хочу сказать, что я реально подсела на лапки. Я буду их покупать очень часто. Вот кто не знает вкус, вкус этих лапок, возьмите немножко на пробу. Приготовьте их, отварите. Обалдеть. Я вот даже сейчас сижу перед камерой, и я некачественно их обсасываю, потому что хочется хоть немножко пососать культурно. Поэтому я стесняюсь. А когда я отключусь, я волюшку себе дам. Добавлю немножко, немножко вот с краю хрена. И сверху чуть-чуть горчички. Берем лапку. Вот такую вот лапку. И вот так вот помакали. Очень вкусно. Я вчера заходила в магазин после работы. Просто зашла в магазин, где я их покупаю. У меня интересно. Думаю, посмотрю, есть лапки в продаже или нет. Я спрашиваю у продавца. Она говорит, вы что, их разбирают? Их привозят в первой половине дня. А к вечеру их уже нету. Люди их разбирают. Значит, не я такая одночокнутая. Я когда лавки себе хотел купить к Новому году, я не могла их купить. Я просила в магазине, чтобы мне их оставили. Потому что я прихожу с работы, их нету. Вот реально как семечки, как чипсы. Только семечки и чипсы более не полезные, а лапки полезные. Лапки нам нужны. вкуснотень. Не знаю, прям что схватить. Уже и огурец, огурчик. Многие фукают. Не многие, там одна, наверное, фукнула, вздыхнула. Фу, пишет. Как вы это все едите? А мне хочется ей ответить. А как вы покупаете колбасу, сосиски, там всякую непонятную бурду, намешанную в колбасных изделиях? Вы вообще не представляете, что там намешано. Вплоть до красивых хвостов. Люди, которые работают на мясокомбинате, на этих колбасных фабриках, они просто знают, как это все крутится, вертится в колбасных мясорубках. А здесь лапочки. Я их помыла, почистила, коготочки обрезала, сварила и спокойно ем. Чистые лапки. Кстати, в ресторане это очень дорогое блюдо. Знаете, почему? Это трудоемкий труд. Если курицу, крылышки, как говорится, посолил, поперчил, на сковородку бросил, лапки нужно почистить, убрать шкурку, обрезать, коготочки, убрать там другие поврежденные участки, чтобы лапка была чистая. На это требуется время. Какая прелесть. Какая прелесть. На это требуется время, затратное время, и поэтому это не дешевое удовольствие. Я сегодня обожрусь. Я сегодня обожрусь, я так решила, обожрусь этих лапок. Ну и тем не менее, это очень дешевая, бюджетная продукция. Игорь, иди попробуй лапку. А? Ну, не хотят. Косточка сахарная прям тает во рту. А? Ну что, разве это неприятно? Разве это неприятно кушать зелень? Вы заметьте, ни хлеба, ни картошки, ни макарон. Только лапки, зелень и горчица с хреном. Ну, еще огурец. Угу. Я сегодня счастливая. Мне очень хороший ужин. Он обалдеть. Еще я люблю, конечно, шейки куринные. Куриные шейки я люблю, обожаю. Ну, лапки я люблю больше. Ммм. Как это вкусно. Огурчик. Маринованный. Такой придает пикантный аромат вот к этим лапкам. Какая красота. Берете лапочку тепленькую и начинаете ее обсасывать. Косточки помните раньше в детстве от холодца мы тоже все обсасывали. Мы еще те сосуны. Сейчас не торопясь потихоньку буду разбирать каждую косточку. Их тут не так много. здесь просто больше костей. Поэтому надо все не торопиться. Обсасывать. Это я просто перед вами выеживаюсь. А сейчас выключится камера и все. И понеслась. пальцы облизываю. облизываю. И чмокаю. красота. Кому интересно хоть один раз попробуйте. Сварите себе грамм 200 лапок. Грамм 200 не больше. и вы попробуйте. Как это вкусно вы это просто узнаете. Непротивно. Нисколько. ой какое это наслаждение. У меня лапки настолько разварились что они сами отходят от костей. Самое вкусное это в косточке. Коллаген. Настоящий живой коллаген. Натуральный. Не в таблетках. в витаминках. Я уже говорила. Нам с возрастом нам всем людям особенно возрастным нам нужен коллаген. Для нашей кожи. Для наших ногтей. Для волос. Для наших суставов. У нас с возрастом все истончается. Коллаген тоже истончается. Поэтому у нас и переломы. Мы падаем. А нашим суставам нужен коллаген. Почему люди, которые лежат в гипсах с переломами, им родственники в больницу приносят холодец. Потому что врачи говорят носите каждый день холодец. Пусть ест ваш больной холодец. ему нужно чтобы у него кости восстанавливались. Божественно. В общем, я сейчас буду дальше сосать и обсасывать деликатесное это блюдо, эти косточки. вам всем хочу сказать. Кому это интересно, попробуйте. Попробуйте купить и поешьте. А то жизнь проходит, мы стареем, умираем. Попробуйте, а то потом, когда составитесь, придет время умирать, будете лежать, умирать и будете думать и вспоминать. Ой, что же я в этой жизни еще не сделал, не попробовал. а вы не попробовали вот такие вот лапки. Поэтому я вам рекомендую попробуйте, попробуйте хоть раз в жизни, хоть раз в жизни попробуйте этот деликатес. Чем мы хуже китайцев? Ничем. Китайцы едят и мы будем есть. Ну, как-то так.